Следующий спортсмен Франц Штробель, немец. Кстати, так же, как и Коляда, заявляющий в своей короткой программе четверной тулуп, но я очень сомневаюсь, что он сможет этот четверной прыгнуть так же, как и Михаил Коляда. Несмотря на то, что Штробель три года подряд выступал на чемпионатах Европы, тем не менее, это для него первый чемпионат мира. А тренируется он у Аннет Пёч, написка чемпионки 1980 года, а вы как раз, Татьяна Анатольевна, начали говорить про те самые игры в Лейк-Плессиде и про дружную команду Советского Союза. Ну, сейчас как-то, да, это нехорошо, когда мальчик катается. Тем более, Аннет Пёч, которую я очень люблю, уважаю, ну, как большую спортсменку. Видите, она тренирует мало, мало кто. Упал, конечно, неправильно, вообще неправильно заход. Мало кто из больших чемпионов идёт работать тренерами. Тяжёлый трех. Второй раз упал. Всё равно, когда человек катается. Комбинированное вращение. Комбинированное вращение. И пусть отсеивается мало, меньше народу, чем в танцах. Но, тем не менее, два претендента уже очевидно вырисовываются. Это аргентинец и, возможно, немец. Вы знаете, мы ехали с Сашей Горшковым, вспоминали. К Лейплейсидом готовились здесь под... ...Массачусетс. В общем, рядышком где-то. Город был Велсли. Ну вот, здесь ещё ошибка в Каскаде. Каскад-то был несложный. Мы готовились. Перед Лейплейсидом, это сто лет тому назад. Ирина Константиновна, Роднина, Саша Зайцева. Черкасова, Шахраев, Бестова, Леонович. Да, первый, второй, четвёртый. Вот такие вот были места заняты на Олимпийских играх. Моисеева, Имененкова, Леничук, Карпаносов. Наташа Бестемьянова, которая вышла первый раз. У нас была первая, третья. И Наташа Бестемьянова первый раз на ней приступила. Они были восьмые. Торвилдин были седьмые. Ничего себе тогда, рядышком. Да, из мальчиков был Боблин и Кокора. Ковалёв снялся после... После школы ещё, да. После школы, потому что он тяжело очень заболел. Он заболел то ли краснухой, то ли чем-то таким очень сильно заразным. Вот. И его сразу вместили в бокс. И мы все тряслись и боялись, что дальше дальше постраниться. Его вот таким образом выбыл из борьбы. И это для нас было очень удачно. Для нас Олимпийские игры. И здесь нас любили, принимали совершенно как родных людей. Да, это было давным-давно. И у нас очереди стояли на тренировке, потому что весь зал был полон. Конечно, они нам немножко мешали. Но это говорит о признании. Это говорит Велсли о том, что здесь очень был большой интерес к нам. И отсюда, на автобусах, мы уже поехали туда, в Лейк-Плейсин. Потом второй раз. Мы готовились здесь два с половиной года. Я готовила здесь Илюшу, Кулика, Оксану Грищуку и Женю Платову, Олимпийским игрокам. Так впечатляет, Даня Анатольевна, потому что все же потом и выиграли эти Олимпийские игры. Да, и вот эти два, и Илюша Кулик, и Женя Платов, и Оксана Грищук. Мы готовились здесь два с половиной года. Вот в этих красивых-красивых лесах, которые здесь по осени все делаются красные, стоят до декабря. Это такой какой-то вот Бостон, для меня очень памятное место. Здесь мой отец проводил несколько лет до смерти. Он проводил здесь, его пригласили семинар для тренеров, для хоккеистов и для выдающихся для всех тренеров. Вы знаете, просто в стране его как-то всегда много лет не показывали, 14 лет по телевизору, не говорили никто, что он. А здесь я была при этом, была с ним сестра моя еще при этом. Его, он пришел на костылье, но аплодисменты были 40 минут, нескончаемый ли и стоя. Да, это все профессионалы приехали его слушать. Он бросил этот костыль и пошел абсолютно ровно, как будто у него вообще ничего не болело. И на протяжении вот этих 40 минут мы с сестрой плакали, не могли никак прийти в себя, потому что вот такое признание огромное и признание человеческое не в своей стороне было очень-очень больно за папу. Вот, и мы были счастливы, что вот он счастлив, что он... КОСТОРА THAT H ur실? Свет? 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 Продолжение следует...